Ребята, всем привет! С вами Зожнуты. И сегодня мы поговорим на тему отдыха. У меня недавно была такая ситуация. Я всю неделю, можно сказать, был на таком на драйве, на позитиве, на энтузиазме. У меня там запустился новый проект. Я был прямо вовлечен в работу, практически не отдыхал и, в принципе, не чувствовал даже усталости. И через неделю я почувствовал, что что-то как-то эмоционально я не вытягиваю. То есть случилось, по большому счету, эмоциональное выгорание. У кого были такие ситуации, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь, как у вас происходит, через какой период вы чувствуете, что уже не тянете, как говорится. Потому что я помню, у меня были периоды, когда я мог работать и месяц, и даже два, и три, практически не отдыхал. Но потом у меня случался очень большой провал. Я думал, что это просто обстоятельства складываются, то есть нужно как-то отдыхать, переутомиться и так далее. На самом деле я сейчас четко это понимаю, что ваш компьютер нужно перезагружать периодически. Это очень важно делать заранее. Как мы делаем на тренировках, вы все прекрасно знаете. Мы сделали подход, после подхода мы что делаем? Мы отдыхаем. И причем мы отдыхаем желательно качественно, то есть качественно нужно дышать, попить водички. То есть не просто так сидим в телефоне, втупляем. Так тоже некоторые делают, но на самом деле это не совсем полноценный отдых. Ваша задача за минимальное время полноценно установиться и потом сделать такой же подход с такой же нагрузкой. Почему в жизни мы так не делаем? Скажите пожалуйста, почему в жизни мы работаем, приходим с работы домой, у нас продолжается эта работа, мы не можем переключиться. Иногда переключаемся за не очень полезными привычками, скажем так. Я уже даже показал. Вот соответственно. Мы тем самым не восстанавливаем свой организм. Во сне мы тоже ложимся и мы ворочаемся. Очень мало людей на самом деле там после 40 лет не имеют проблем со сном. Так или иначе мы не перезагружаем свой компьютер. Я это четко на себе отслеживаю. И каждый раз убеждаюсь в том, что нужно планировать заранее отдых. И не просто это должен быть пассивный какой-то отдых, это должен быть достаточно активный отдых, который полностью может перезагрузить ваш мозг, ваш компьютер. То есть для кого-то, к примеру, для меня если полностью увлечен процесс, я должен максимально так же интенсивно тренироваться. Потому что на тренировках я полностью забываю о всех проблемах. Физически я утомляюсь, но эмоционально я перезагружаюсь. Для кого-то это встреча с родными, там прогулки с детьми, то есть чтение книг, музыка тоже может быть. Сходили на концерт, не знаю, или просто дома подрушили музыку, скачали любимый плейлист и так далее. И вы чувствуете, что вы прямо вообще на бодрике. То есть эти моменты нужно заранее планировать. То есть так же, как в тренировках мы делаем подход. Даже если я еще могу сделать, я понимаю, что нужно отдохнуть, соответственно, потом я сделаю еще. Я понимаю, что уже под конец тренировки, да, можно выложиться на 100%. Но в жизни, где у нас конец тренировки? Наша жизнь – это бесконечная тренировка. И я не хочу раньше времени, нежданно-негаданно, ее закончить. Нет, для этого нужно все время, все время, до того, как я чувствую, что я уже выгорел, что я уже перегрузился, до этого момента нужно заранее отдыхать. И опять же, чем менее пассивный отдых этот будет, а более такой движевый, активный, который меня перезагружает, тем дольше я смогу быть на высоте, тем дольше я смогу работать по максимуму. Да, то есть не уставая, без каких-либо таких просадок, когда я вообще ничего не могу сделать. Вроде все хорошо, но мне не собрать себя в кучу. Наверняка у вас тоже такие были моменты. Опять же, если были, обязательно, обязательно поделитесь, как у вас это все происходит. Так вот, на самом деле, я вчера постарался немножечко перезагрузиться. Я включил музыку, закачал там какие-то новые песни, которые мне там нравятся. Я поиграл, побесился с домашним животным, то есть ходил в сауну. И сегодня я чувствую, что я готов, допустим, записать видео, которое я не мог вот несколько дней записать. То есть я чувствую, что я уже перезагрузился. Но опять же, это нужно делать заранее. Кому-то требуется раз в неделю такой полноценный день отдыха, кому-то два раза в неделю, кому-то, может быть, раз в месяц нужен день-два полноценного отдыха, а все остальное время он может быть, в принципе, более интенсивным. Здесь нужно, опять же, как и в зале, каждому дозировать свой подход, как нагрузочный, так и подход отдыха. Кто-то восстанавливается за минуту, а кому-то нужно три минуты. Опять же, это зависит от того, с какими весами мы работаем, от того, какая нагрузка в жизни на нас приходится. У кого-то дети, семья, работа, проблемы и так далее. И поэтому, опять же, чем сильнее нагрузка, тем дольше вам нужен отдых. А у нас получается наоборот. Чем больше у нас нагрузка, тем меньше у нас отдых, потому что нам некогда это делать. В результате, если вы в таком режиме работаете несколько лет, то здравствуйте, определенные болячки, проблемы с другими сферами жизни, может быть, тоже. Когда люди уходят с головы в работу, забывая потом про отношения, потом куда-то отношения делись, и они рушатся. То же самое со здоровьем. Тело просто говорит, отдохни, отдохни, мы нет, надо работать, нет, надо работать. Ваш компьютер просто потом взорвется. Так что я призываю вас заранее планировать отдых, заранее планировать так, чтобы вы могли перезагружаться. Так же, как, опять же, у нас есть сон, но сон это не всегда способ восстановления. Потому что наверняка у вас были моменты, когда вы спали по 8, по 10 часов, вставали все равно никакие. А иногда вы спите по, не знаю, 5-6 часов, просто встаете и вообще на драйвинг на позитиве. Понимаете? Поэтому сон не всегда помогает активно восстанавливаться. Потому что мы перегружаем себя больше не физически, а эмоционально. А значит, мы должны восстанавливаться эмоционально. То есть мы должны найти те процессы, те увлечения, где мы эмоционально вовлекаемся с головой, так же, как и эмоционально вовлекаемся, допустим, в работу. Подумайте над тем, что вас также может увлечь, и что вы можете несколько часов забыть обо всем. А делать только то, что вам хочется. Для меня, опять же, это всякие тренировки, это ощущение книг, это просмотр каких-то спортивных мероприятий, либо самому чем-то активно заниматься, каким-то спортом, например, баскетболом. Иногда это музыка. Тоже несколько часов поплясать, подергаться, потанцевать. Даже дома не обязательно куда-то в клуб идти. Это тоже перезагружает общение с какими-то близкими, позитивными людьми. Тоже может очень сильно перезагрузить эмоционально мою нервную систему. Так что это то, что я сегодня вам хотел сказать. Надеюсь, вы приняли это к сведению. И надеюсь, видео было вам полезным. Если полезно, обязательно лайкайте, подписывайтесь. В общем, делайте все то, что вы и так знаете. С вами были Зожнутые. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok